Битва с падшими ангелами. Из жизнеописания Иеросхимонаха Моисея Боголюбова. 1997 год. Чтобы вести правильную духовную жизнь в наше бедственное апокалиптическое время, насыщенное ложными знамениями, пророчествами и чудесами, православный христианин как никогда ранее нуждается в неослабном трезвении и особой духовной осмотрительности. В беседах с батюшкой мы неоднократно касались тех или иных аспектов этого важнейшего вопроса, и каждый раз обязательно открывалось что-нибудь новое. Удивительно, отец Филадельф, как много христиан, не сознающих своей греховности и потому считающих себя достойными небесных утешений, становится ныне жертвами самообольщения и бесовской прелести. Эти несчастные люди, плененные духом гордыни, непоколебимо уверены в том, что видят вещественные, получают откровения и прозревают будущее. Представляете, что будет с новообращенным или малоопытным в духовном плане христианином, если он попадет под влияние таких прозорливцев? Не дай тебе Бог! И как же спасительное общение с людьми неповрежденного, здорового, истинно православного духа? Какая радость, какое счастье встретить носителя благодати! Например, как вы или другой Ава. Ну, я кучка навоза, а вот отец Ка – это столб. Между прочим, несколько лет назад в моей жизни был такой случай. Я тогда еще только начинал монашеский путь. Подходит ко мне одна набожная бабуся. Так знаете, пытливо, внимательно смотрит на меня и говорит. «Ты скоро умрешь». Но я загрустил, приуныл. Предсказание ведь не шуточное. Погоревал, погоревал. Да и пошел. К отцу Ка. Рассказывал ему все. А он утешает. Пустое. Не обращай внимания. Забудь. Много их тут ходит. Я, конечно, сразу обрадовался, повеселел. И, как видите, живу до сих пор. Однажды в горах отец Филадельф я встретил схимника богатырского телосложения в расцвете жизненных сил. Чисто внешне он производил впечатление смиренного рассудительного аскета, который непрестанно проливает покаяние слезы, опытно познал все тонкости изощренных бесовских нападений, будь то ложное видение или видение, нашествие скверных и хульных помыслов, различное страхование, затяжное уныние или что-то иное. Но, увы, в разговоре выяснилась трагическая истина. Многотрудная жизнь в уединении, чрезмерные телесные подвиги и, главное, отсутствие непрелестного наставника привели его к непомерному самомнению. Искусно сокрытому под личиной смирения. Несчастный, спускаясь иногда в город, даже не заходил в храм Божий. Совершенно забыл, что такое исповедь и причастие святых христовых тайн. Добровольно отпал от церкви. И при этом прельщенный схимник мнил себя представителем истинного православия. Дерзал толковать апокалипсис, пытался пророчествовать, имел учеников и полагал, что в конце времен именно он будет вместе с апостолом Иоанном Богословом спасать последних христиан от обольщения Антихриста. «Батюшки мои, гордыня, плоды самочиния, вот что значит последовать своей воле. Как все-таки хорошо, что у нас есть отец. Ка, если бы не он, то случись, что я бы пошел за ним на край света». А ближайший ученик прельщенного подвижника, попав как-то смотрением Божиим в один из горных монастырей Грузии, изумил всех своим поведением. Долго удивленная братья не могла понять, что за дикие крики несутся из леса. Наконец все прояснилось. Бедный брат творил таким образом Иисусову молитву. И когда его спросили, почему он так молится, он ответил, «Так научил меня наставник, он святой, имеет дар слез. Когда душа плачет о своих грехах, она кричит на весь мир». Несчастному говорили, правильный дух Иисусовой молитвы – это дух мира, благостной тишины, сердечного покоя, тихая мирность. Но не вразумился. Ужасно. Да, бесчисленные козни падших, отверженных духов. Кстати, немногие знают, что демоны могут являться практически в любом виде, кроме креста. Но даже если случится увидеть крест, надо обязательно по совету святого Варсонофия Великого обратиться за разъяснением к опытнейшему духовнику. Вопреки мнению некоторых, демон может явиться и в образе Божьей Матери. Таково учение святых отцов. Об этом говорится в сочинении святителя Игнатия Бринчанинова. 1905 год. Приношение современному монашеству. Глава 46. О сновидениях. Страница 347. Также в посмертных поучениях преподобного Нила Мироточивого Афонского. Часть 3. Глава 13. Настольная книга священнослужителя 1983 года и другие источники. Однажды на приеме у отца Ка, продолжил беседу Алла, сказался некий интеллигент из Москвы и поведал о своем тонком сне. Вижу я Богоматерь с Богомладенцем на руках. Подходит ко мне, причистая, протягивает Богомладенца и говорит, подержи. И наш Богомудрый отец Ка тотчас отвечает, ты что, взбесился? Сразу же отрезвил прельщенного духовица, моментально, не задумываясь. А мне навсегда врезался в память один весьма знаменательный в высшей степени поучительный эпизод из жития святого Афанасия Афонского. При встрече с Богоматерью этот великий аскет, уже вошедший к тому времени на вершину добродетелей и созерцавший неизреченные божественные тайны, проявил сугубую осторожность, сдержанность и духовную бдительность. Воистину поразительно. Дивный подвижник, обладающий огромным духовным опытом, ни в чем не доверяет себе и многократно проверяет свои чувства и ощущения. И это не случайно. Таков закон аскетической жизни. Чем выше духовный уровень, тем строже самоконтроль. В описании данного события очень важны каждое слово, каждая деталь, каждый штрих. Итак, в Афонском Патерике мы читаем. Тогда, как святый Афанасий строил свою лавру по пущениям Божиим, случилось, что в один год сделался в ней такой неурожай и голод, что во множестве стекшиеся к нему братья, не вынося строгих подвигов и постигшего лавру искушения, один по одному разошлись. Так что, наконец, остался один только святый Афанасий. И при том, без куска хлеба. Как ни был силен он подвига и тверд в духе терпения, святый Афанасий, но голод превозмог его. Твердость духа поколебалась, и он решился оставить лавру и идти куда-нибудь в другое место. На утро святый Афанасий с железным своим жезлом в смутном расположении духа уныло шел по дороге в Карево и в пути провел уже два часа. Наконец, силы его истощились, и он хотел было присесть, чтобы отдохнуть, как вдруг некая жена под голубым воздушным покрывалом показала сидущую к нему навстречу. Святый Афанасий пришел в смущение и, не веря собственным глазам, перекрестился. «Откуда взяться здесь женщине?» – спросил он себя. «Когда вход с женщинами сюда невозможен». Удивляясь виденью, подошел он навстречу незнакомке. «Куда ты, старец?» – скромно спросила незнакомка святого Афанасия, повстречавшись с ним. Святый Афанасий осмотрел незнакомку с ног до головы, взглянул ей в глаза и в невольном чувстве почтительности потупился. Скромность одежды, тихий девственный взор ее, трогательный голос – все показывало в ней женщину не случайную. «Ты кто?» «Как зашла сюда?» – сказал старец незнакомки. «И к чему тебе знать, куда я?» «Ты видишь, я здешний инок. Чего же более?» «Если ты инок», – ответила незнакомка, – «то иначе неужели обыкновенные люди должны отвечать, быть простодушным, доверчивым и скромным?» «Я желаю знать, куда ты идешь. Знаю твое горе и все, что с тобою делается. Могу тебе помочь, но прежде желаю услышать, куда ты?» Удивленный беседуя таинственной незнакомке, святый Афанасий рассказал ей виду свою. «И этого-то не вынес ты?» – возразила незнакомка. «Ради насущного хлеба, куска, бросаешь обитель, которая должна быть славою, вроде родов?» «В духе ли это иночество? Где ж твоя вера?» «Воротись», – продолжала она, – «я тебе помогу. Все будет с избытком даровано. Только не оставляй твоего уединения, которое прославится и займет первое место между всеми возникшими здесь обителями». «Кто же ты?» – спросил Афанасий. «Та имени, которой ты посвящаешь твое обитель, которой вверяешь судьбы ее и твоего собственного спасения. Я – матерь Господа твоего», – ответила незнакомка. «Святый Афанасий недоверчиво и сомнительно посмотрел на нее и потом начал говорить. «Боюсь верить, потому что и враг преобразуется в ангела света. Чем ты убедишь меня в справедливости слов твоих?» – прибавил старец. «Видишь этот камень?» – отвечала незнакомка. «Ударь в него жезлом, и тогда узнаешь, кто говорит с тобою. Знай при том, что с этой поры я навсегда останусь домостроительницей твоей лавры». Афанасий ударил в камень, и он разразился как бы молнией. Из трещины его тот час выбежал шумный ключ воды и запрыгал по скату холма, несясь вниз до самого моря. Пораженный таким чудом, святый Афанасий обернулся, чтобы броситься к ногам божественной незнакомки. Но ее я уже не было. Она как молния скрылась от удивленных его взоров. С той поры ключ этот целительно струится даже до ныне, в расстоянии двух часов ходу от лавры. Источник Афонский Патерик, часть 2, месяц июль, 1897 год.